Переедание. Напомню, что я психотерапевт, который работает уже с 2000 года и большая часть моих клиентов. И на сегодняшний день это примерно половина людей с расстройствами пищевого поведения. Поэтому вот эти примеры про то, сколько кто когда съел, как вот эта шоколадка лежала где-то в углу и прямо манила к себе магической силой, излучала свое приветствие, свою притягательность. Да, этих историй я слышал уже сотни, если не тысячи. И, кстати, почему такая тема? Потому что у меня сейчас опять пошли клиенты с повыми проблемами, много переедающих. Это раз. Во-вторых, у нас впереди народный праздник, Новый год, который, кажется, прямо предназначенный. Он предназначен для переедания, ну и для алкогольных эксцессов. Вот поэтому мы эту тему разберем. И мне, кстати, писали вопросы к прямому эфиру. Я постараюсь на них ответить. Регламент нашего прямого эфира. У нас впереди чуть меньше, чем час. Поэтому вначале я расскажу, дам теорию, дам практику, скажу, что делать. И в конце, если останется время, я постараюсь его оставить, будет время для ответов на ваши вопросы. Вот так. Поэтому, если у вас появится вопрос, вы их записывайте. И, когда я скажу, обязательно задавайте. Я буду на них отвечать. Ну что ж, тогда мы идем дальше. И давайте мы начнем с того, что я хочу спросить вот тех, кто меня сейчас слышит, кто есть в прямом эфире. Есть ли тех, кто хоть раз в жизни переедал? Есть ли здесь такие, кто меня слышит, кто меня видит? Хотя бы раз, а может быть два, а может быть чуть больше или не чуть больше переедали. И пошлите, пожалуйста, какой-нибудь значок. И, кстати, меня хорошо слышно? Меня хорошо слышно? Ага, спасибо, спасибо. Да, всем привет, кто присоединился. Мы уже продолжаем наш эфир. Я думаю, что меня должно быть хорошо слышно. Во, да? Добрый вечер. Да, спасибо. Я понял, что меня хорошо слышно. Да, спасибо. Вот, кстати, эти сердечки, которые как пузырьки поднимаются. Я их люблю. Кто-то про это знает и их посылает. Спасибо. Вот я вижу, я вижу, у нас уже есть честные люди, которые пишут, переедаю каждый вечер, посылают значки мне. Вот один человек написал, что никогда не переедает, да? Вот это большое достижение. Но мне кажется, что это шутка. Это шутка. Вот кто-то признался, что я переедаю, да. Вот. Да. Давайте дадим определение этому термину. Потому что проще говорить, когда у нас есть единое понимание. Вот еще кто-то признался в том, что переедает, да. Всем привет, кто присоединился, мы уже идем вперед, да. Это ирония, да, точно, это ирония. Давайте поговорим о том, что такое переедание. Хотя мы об этом уже начали говорить, кто-то в этом признался. Но все-таки, что такое более-менее строгое определение переедания? То есть, переедание – это А. Вот это первое. Это когда человек съедает за какое-то количество времени, считается больше, гораздо больше, чем за это же время съедают обычно другие люди. То есть, понятно, что у нас есть культурные, социальные нормы, семейные нормы. Но в целом, вот это время считается где-то в пределах одного-двух часов, да. Типовой эпизод переедания – это до двух часов. Что пищи значительно больше в это время. И второй важный момент, второй компонент переедания – это то, что есть такое субъективное… Вот в литературе пишут чувство, хотя такого чувства, конечно, нет, но чувство потери контроля. Ну, я бы сказал, что это восприятие того, что со мной что-то происходит, и я хочу это изменить, но не могу. То есть, вот это переживание бессилия, бессилия изменить то, что происходит в данный момент. Но ключевые моменты, их два. То есть, много пищи в какую-то единицу времени, значительно больше, чем обычно, значительно больше, чем по сравнению с кем-то, да. И отсутствие контроля. Там есть еще куча других признаков, но вот это самые главные, самые ключевые. Теперь, когда мы говорим о переедании, всем ли понятно, о чем мы говорим? Те, кто написал, что я передаю каждый вечер, те, кто честно признался, что я, даже кто сиронировал, мы говорим об одном и том же? Или, может быть, передание для вас – это нечто вот такое, да, что я… Ага, спасибо, да. Привет, Михаил Александрович, вижу тебя. Я понимаю, мы с тобой говорим на одном языке. Есть еще те, кто поддерживает, или, может быть, у вас есть свои определения переедания. Потому что иногда… Да, поддерживайте, спасибо. Потому что иногда бывает, что человек думает, что переедает. Есть другой полюс. Есть же в расстройствах пищевого поведения, есть с одной стороны переедание, а с другой стороны недоедание. То есть, иногда люди думают, что они едят крайне мало. Вернее, что они едят очень много, но на самом деле едят мало. У меня были клиенты, которые съедали сзади пол вареного яйца, несколько печенек, может быть, пол стакана или стакан бульона, и все на этом. И считали, что они едят много при этом. То есть, такая крайность тоже есть. Тем, кто присоединился, всем привет. Мы уже обсуждаем переедание. Что еще? Какие признаки переедания? Как вообще понять, человек переел или не переел? Если иногда бывает сложно определиться, то ли много съел, то ли мало. А может быть, это время обычное для всех, или может быть, просто из-за того, что я долго сидел за столом. Какие еще признаки, на ваш взгляд, переедания есть? Признаки, последствия. Как вы понимали, что переели? Особенно те, кто за собой это наблюдал иногда. Если можете, то напишите хотя бы пару слов. Потому что это важно. Потому что это важно. Какие последствия переедания? Как вы его у себя признавали? Всем привет, кто присоединился. Так. Ага, ага. Ага. Так, вот. Если есть. Вот. Спасибо. Спасибо. Я ждал этого. Я ждал. Спасибо. 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 Всем привет, кто присоединился. Да. То есть, вот хорошо, что вы написали об этом. Один из ключевых. Еще один ключевой, уже субъективный признак переедания. То есть, личная оценка, что мне от этого тяжело. Есть дискомфорт. И чаще всего, да, это чувство тяжести, чувство распирания, переполненность. Раз. Вот. Еще один момент. Он иногда бывает, иногда нет. Во время переедания. Вот если вы за собой замечали. Такая же скорость еды, как обычно, или нет. Я уже даю прямую подсказку. Так же медленно, спокойно, прочувственно, как обычно. Каждый кусочек проживали. Или во время эпизодов переедания, когда точно знаешь, да, вот сейчас я ем лишнее, что-то происходит со скоростью. Или происходило. Тем, кто присоединился, всем добрый вечер. Но мы сейчас говорим про скорость еды, потому что это тоже важная характеристика. Скорость еды во время переедания такая же, как обычно. Меньше, больше. У кого как. По личному опыту. Что было? Если есть такой опыт. Пока отклика не вижу. Пока отклика не вижу. Ну ладно. Ладно. Если созреете, то напишите. И еще один момент. Эмоции после. Какие бывают эмоциональные последствия переедания? Что непосредственно? Или может быть сам момент переедания? Или сразу после. Или после, там в течение дня или остатка вечера? Какие бывают эмоции? Какие бывают эмоции? Кто помнит? Кто помнит? Давайте. Если это уж не такая военная тайна, то пожалуйста. Пару слов. Может быть напишите. Про эмоции. Кого что было. Ну и пока вы пишете про эмоции, давайте про скорость. Вот один из моментов переедания. Оно, конечно, может быть с разной скоростью. Но чаще всего во время переедания люди едят быстрее, чем обычно. И это связано с тем, что перед этим копится одно состояние, которым я тоже хочу вам сегодня сказать. Потому что вот эти представления, да, мы уже знакомы с психологией, в том числе с психологией пищевого поведения. Об этом пишут, что если ты ешь, допустим, много сладкого, значит тебе не хватает удовольствия, тебе надо больше секса. Это все у тебя в голове. Но это не так. По крайней мере, это не всегда так. И очень часто не так. В большей части случаев. Потому что есть более типовые проблемы, более биологические. И о них тоже важно знать. Потому что если вы мучаете себя голодом, потом время от времени вы переедаете после этого, то первое, что нужно сделать, это прекратить голодать. Но про это я еще скажу. Вот. То есть быстрая скорость, особенно если вы накопили голод. Когда еда летит, 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 насыщение не успевает сформироваться. А мы помним, я уже неоднократно говорил, есть видео на эту тему, где насыщение двухкомпонентно. То есть есть механика, есть химия. И нужно дождаться второй химической компоненты насыщения. Тогда оно полноценное. Но когда сильно голод, мы едим быстрее. И пища пролетает много. Но и при эмоциогенном переедении тоже бывает. Пища летит очень быстро, быстро. Да. То есть скорость. Еще один компонент. И эмоции. Эмоции. Давайте мы поговорим о них. Ну какое типовое переживание после того, как переели. Особенно, если до этого уже себе клялись. Я больше никогда. Ну все, хватит. Это был последний раз. С завтрашнего дня начинаю. Там или с понедельника. Чистую жизнь, безгрешную. Питаюсь только правильными продуктами. И потом опять. Бабах. Бабах. Ну какая типовая эмоция-то бывает после этого. Какая типовая эмоция. Это, видимо, большой-большой секрет. Никто не хочет признаваться. Одна из эмоций это... Четыре буквы есть в этом слове. Уже прямо хочу подсказать. Ну, кто напишет? Кто напишет об этом? Какая типовая эмоция? Ну ладно. Ладно. Типовая эмоция это вина. Переживание вины. И которая подкрепляется мыслями. Вот я опять. Зачем я? Да, снова. И все потому же. Да, что же со мной не так? Да, что я за человек такой без силы воли? Что я не могу с этим справиться? Да. То есть эмоции, которые возникают и во время самого переедания. Бывает, что человек переедает и чувствует при этом и злость, и ненависть, и отвращение, и раздражение, досаду. Вот, или что-то одно, или весь этот клубок. И вина, конечно же, потом. Что вот опять. Ну, зачем так надо было наедаться? Да. Эмоции. Во время переедания, после переедания. Да. При эмоциогенном переедании голода может не быть. Кстати, бывает так, что люди едят совершенно не потому, что чувствуют голод. Но довольно большая часть переедания связана с тем, что голод накопился. Я про это скоро скажу. И еще один типовой признак переедания. Это не означает, что если вы или кто-то из ваших знакомых, что вообще этот человек делает по-другому, не так. Но это не переедание. Еще один из типовых признаков переедания, особенно эмоционального переедания, которое обусловлено стрессом, депрессией, скукой, раздражением, грустью и так далее. Когда человек использует еду, чтобы справиться с переживаниями. Это одиночество. Еда становится, по выражению некоторых наших коллег, тайным другом. Тайным другом, которого не хочется показывать другим, поэтому наступает наконец-то вот этот благословенный вечер, ночь, когда все уже легли спать. И наконец-то, когда человек остается один на кухне, и тот он дает себе волю и отрывается, что называется. И, кстати, с этим связано смущение. Что очень неохота, чтобы кто-то застал за этим занятием. Кстати, это типовое признание всех моих клиентов, с кем я работаю по поводу РПП. Почти все говорят о том, что когда я много ем или использую компенсирующую процедуру, я стараюсь это скрыть. Ну, потому что стыдно, я смущаюсь, не хочу, чтобы об этом знали. То есть, это попытка скрыться. То есть, это я с едой один на один. Все, вот мой тайный друг, который мне сейчас помогает. Итак, если очень-очень коротко, если очень коротко, то переедание – это много пищи в единицу времени, сравнительно больше, чем другие люди. Или чем тот же человек, но в спокойном состоянии. Вот это условно нет контроля. Это эмоции во время и после. Это чаще, гораздо быстрее. Это уединение, так, чтобы никто не помешал, никто не нарушил. И бывает переедание без голода. Да. А какие продукты используют люди для переедания? Ну вот, наиболее типовые продукты для переедания – это… Есть такое даже выражение в английском языке. Чаще всего переедают чем? Вот у кого, если вы переедали, какой опыт есть? Чем вы переедали? И что интересно, есть продукты, которыми никто никогда не переедает. Вот я, например, сколько работаю с людьми с РПП, ни разу не слышал, чтобы, например, человек пришел и говорит, Сергей Владимирович, знаете, я переедаю укропом, петрушкой и вот этими постными хлебцами. Вот еще ни разу не было. Но есть продукты, которыми часто переедают. Что же это за продукты? Что же это за продукты? Кто помнит? Какие? Ну, чем переедали? Если можете признаться. Да, может быть, это военная тайна, да, и никто не хочет раскрывать секреты. Это так называемое чаще всего «джанкфуд». В английском языке есть такое выражение «джанкфуд» – мусорная или пустая еда. Это углеводы, причем чаще всего быстрые углеводы и жиры, или и то и другое. То есть это бывают снеки, всякие разные чипсы, сухарики, это бывают печеньки, выпечка, тортики и прочие кондитерские изделия, конфеты, в том числе шоколадки. Это бывает что-то жирное, мясное, например, рыба, соленые, в том числе пельмени, соусы. Ну, чаще всего это то, что, как мы на одном из прямых эфиров разбирали, то, что дает интенсивный вкус. Интенсивный вкус, потому что это хорошо стимулирует нашу систему вознаграждения и позволяет хотя бы на время отличься от тягостных переживаний, физических и или эмоциональных. Да, переедать можно чем угодно, практически чем угодно, но чаще всего переедают тем, что несет более выраженный вкус, более интенсивный. То есть переедание – это часто интенсивность, интенсивность всего. Пусть даже это негативная интенсивность, когда потом распирает желудки, но это интенсивность, что это ого-го, что-то такое. Это много еды, это много ощущений, много сенсорного потока. Да. Теперь давайте коротко о причинах переедания. Я расскажу. Есть переедание, которое обусловлено физиологией. Его много. Вот это одна из частых причин, достаточно частых. И пока мы эту причину не устраняем, пока ее не устранили, про все остальное говорить сложно. Второй тип переедания, условно, это эмоциогенное переедание. Это когда еда используется в качестве транквилизатора. Ну и чаще всего в нашей российской культуре, в нашей постсоветской культуре и в странах СНГ тоже, чаще всего переедают женщины, а мужчины используют в качестве транквилизатора. Мы сами знаем, что вот то, что продается в красном и белом, ну или в подобных магазинах. Чуть чаще, хотя переедающих мужчин тоже много. И на фоне алкоголя, кстати, переедание бывает. И третий тип переедания, условно его отделили в третий, да, это так называемое внешнее переедание. Когда мы переедаем под действием внешних причин, кажется, когда вот эти вот новогодние застолья, все родственники сидят и все на тебя смотрят. Ну, что же ты не ешь? Или давай поешь. Или вот эти вечеринки с друзьями. Или поход к бабушке. У меня даже ролик есть такой, когда бабушка кормит пирожками. Да. Но я бы сказал, что это все равно переедание в какой-то степени обусловлено эмоциями. Потому что либо мы можем этому давлению в какой-то мере противостоять и вести свою линию поведения. Или мягко вот это обойти. Либо нет, мы чувствуем, что мы вынуждены подчиняться социальным правилам. И едим больше, чем нужно, отвергая свои сигналы тела. То есть, ну, условно так, да, внешнее переедание. То есть, когда нас заставляют. И совсем недавно я был на лекции по поводу, кстати, детей, особенностей психики детей дошкольного возраста. Так вот, коллега даже говорила такой термин, пищевое насилие. Я тоже его говорю, и некоторые наши коллеги говорят, да, вот это пищевое насилие, когда особенно маленьких детей закармливают, заставляют их есть больше, выбивают вот эти сигналы насыщения. Не то, что выбивают, а приучают маленьких детей игнорировать и подчиняться. Особенно в плане еды. И это очень плохо, потому что потом это тот фон, на котором развиваются все эти расстройства пищевого поведения. Ну, вот три вида переедания. Давайте остановимся на первом. Первое. Это физиологическое переедание. Самое интересное, что оно достаточно распространено в нашей культуре. И оно, я бы сказал так, это некий качель, то пусто, то пусто. Обычно бывает так. Это связано еще с нашим биоритмом, связано с нашими долгими зимними ночами и работой, рабочим графиком. То есть мы просыпаемся, особенно зимой, до восхода часто, есть неохота, тело спит, там в себя запихнули кружку кофе и немножко печенек. Потом поехали на работу. Потихонечку просыпается голод, но тут накапливаются рабочие дела, все вот эти рабочие моменты, когда мы отвлекаемся, все внимание уходит вовне. И мы заняты, 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 заняты интенсивно. При этом голод не исчезает. Что интересно, голод копится, но мы можем какое-то время его игнорировать. Или чуть-чуть мы его перебиваем. И в течение дня, особенно если так называемая офисная еда, ну что мы там едим, ну лапша может быть какая-то, чай, печеньки, конфеты, что-то такое не сытное. То получается, что полноценного питания нет и мы накапливаем голод. Вот этот весь день. И вечером, когда мы приходим, что? Мы внимание наконец-то разворачиваем внутрь, начинаем чувствовать тело, чуть больше, чем там, потому что теперь можно дома сосредоточиться на себе, на своих ощущениях. И тут захватывает нас голод и мы начинаем есть. Но, как я уже говорил, у насыщения есть два компонента, механический, химический. И сколько бы ни съели мы механически, мы кидаем, кидаем, кидаем в себя, пока не наступит вторая фаза насыщения. И потом, когда она наступает, она наступает позже. Вот именно это чувство переполнения. Ой, желудок болит, там распирает, тошнит, уже так много съели. И даже переели по ощущениям. Но, вот здесь есть такая патологическая связка, что переедание вызвано предшествующим голодом. Поэтому, очень важное правило. Если вы не хотите, чтобы у вас вот эти вещи были, прежде всего нужно разобраться, а не морите ли вы себя голодом? Питаетесь ли вы в течение дня полноценно? И если да, то первый шаг, самый важный, ключевой, это наладить нормальное питание. Что такое нормальное питание, кстати? Я тут дам отсылку. Я говорил про план Марш и Херен. У меня даже видео есть на эту тему на ютубе. Там про правильное питание, я про это говорю более развернуто. Но план Марш и Херен в целом, это три приема пищи. Основных три, да, то есть ритм. Это утро, обед, вечер. Плюс два перекуса, может быть три перекуса. То есть, классика, завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, поужин. Ну, или может быть пять приемов пищи в день. То есть, три основных и два небольших. Причем, три основных приема пищи, это достаточно сытные приемы пищи, в которые входит сложный длительный углевод, который дает насыщение. Калетчатка в виде фрукта, овоща. Входит какой-то кальцийосодержащий продукт. Это творог, молоко, кисломолочное, молочное, соевый творог. И на обед, и на ужин это еще белок и жир. И плюс продукт для удовольствия. Плюс продукт для удовольствия. То есть, вот только тогда, когда есть более-менее такое питание, но полноценно, но сытное в течение дня, и каждый раз достаточно сытное, тогда можно сказать, что нет причин для физиологического переедания. Потому что, если утром чай, печенька в обед, чай, печенька, несколько конфет, перед выходом из офиса опять чай, печенька, несколько конфет, понятно, что домой пришли, голод накопился за весь день, там переедание неминуемо под действием голода. Поэтому ключевой вывод, что первое, нужно удовлетворить физиологию. Сытное питание, нормальное такое регулярное питание в течение дня, качественное питание, предотвращает физиологический голод и соответствующее потом переедание. Как-то один из моих клиентов рассказывал, он говорит, что я сколько раз пытался, вроде бы, правильно питаться, но я не знал, как это делать, поэтому я ел, ну, такую несытную еду, ел мало, думал, что надо себя ограничивать, но в результате срывался. То есть, вот это то решение, которое приводит к проблемам, то есть, вот сама по себе попытка себя ограничить, и как только эта попытка приводит к голоду, она вызывает переедание, вот на автомате. То есть, чтобы не передать, это парадоксально, нужно сытно питаться в течение дня. Вот это первое, самое важное. И только если с питанием все нормально, питание налажено, тогда следует разбираться со всем остальным. Если на фоне нормального питания, когда физиологического переедания нет, мы смотрим на следующий компонент, на эмоции. Что? Как так получается, что ты ешь, когда у тебя эмоции? У тебя что? Только один способ справляться с какими-то переживаниями. Одна моя коллега рассказывала, что она работала в организации, и она говорит, что я заметила, что моя коллега, которая чуть больше 30 лет, сидит рядом со мной, и у нее есть в шкафчике полочка, периодически туда ныряет, примерно раз в полчаса, что-то достает оттуда, я вижу, что она жует. И вот, мне стало интересно, как она говорит, и я все-таки ее спрашиваю, что у тебя там? Она говорит, шоколадка. Зачем ты ее ешь? Она говорит, ну как, ну чтобы успокаиваться. И как говорит коллега, я ее спрашиваю, но другие способы-то успокоиться есть. Она говорит, смотрит на меня как на дуру, типа, а что еще может быть-то? То есть передание, которое связано с эмоциями, очень часто это наш такой культурный шаблон, семейный шаблон, когда мы выучились, нас научили, начиная с самого раннего детства, подкреплять радость, заедать горе, топить горе в еде, в напитках, успокаиваться, развлекать себя, опосредовать общение, награждать себя, наказывать себя. И все это с помощью еды. Второй важный принцип. То есть если есть передание, когда вы четко чувствуете, знаете, что голода нет, но это моя реакция на эмоции, такой здесь план действий. Это вообще актуально, нет? Если актуально, напишите мне, пожалуйста, хоть что-нибудь, чтобы я знал, что об этом нужно говорить или нет. План действий нужен здесь, нет? Если кому-то интересно, отправьте какой-нибудь значок хотя бы. Чтобы я знал, что об этом стоит говорить. Про эмоциональное передание, что с ним делать, в каком порядке. Я немножко подожду ответа. Ага, спасибо, сердечки вижу, сердечки вижу. Значит, кому-то актуально. Ага, ага, спасибо, вижу, вижу. Все. И обратную связь я получил. Актуально, да. То есть первое. Первое парадоксальное. Если есть эмоциональное передание, то что в этом случае стоит делать? Первое. Мы его признали. Следующий шаг. Следующий шаг. Этой разрешить себе. Вот как это, опять же, не странно кажется, что сказать себе, что пока у меня нет других способов, пока я по-другому не знаю, не умею, если мне трудно, тяжело, если мне грустно, я пока, да, я подчеркиваю ключевое слово, пока. Пока разрешаю себе справляться таким образом. Пока. Вот именно пока. Чуть позже я с этим разберусь. То есть разрешение. Очень часто вот это разрешение снимает тревогу по поводу того, что вы же понимаете, что все вот эти долженствования создают напряжение. Так, у меня, я привыкла, например, если мне грустно, передать. Я не должна так делать. Но как быть по-другому, я не знаю. Но не должна. Но нет, я буду терпеть тогда. То есть это толкает нас в противоположную сторону часто. Потом копится голод, за этим следует срыв, опять чувство вины, патологический круг замыкается. То есть здесь важно разрешить себе вначале сказать, что если по-другому не умею, пусть пока это будет. Потому что лучше пусть я буду иногда переедать в ответ на какие-то эмоции, чем я буду очень правильно питаться, может быть, буду даже такой стройно-изящный или стройным-изящным, но помру от инфаркта, от каких-то переживаний. Прямо в 35 или в 30 лет на рабочем месте. А через неделю коллеги будут говорить, ну, помнишь вот это там, ну как ее звали, да? Черт, уже забыли. Ну ладно, неважно. Так вот, разрешить себе. Третье. 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 Научиться познавать, что со мной происходит. То есть я переедаю в ответ на грусть, например, или на скуку, или когда я злюсь, или на все вместе. Какая эмоция типовая. То есть вы начинаете за собой наблюдать. И здесь нет лучшего способа, чем вести пищевой дневник. Я вот часто и в индивидуальной практике прописываю, говорю, будешь вести пищевой дневник, что, сколько, когда, по какой причине. То есть вы какое-то время прямо следите за собой, откровенно себе признаете, что вот я это делаю потому, что вот так. Как только вы опознаете, называете эмоцию, дальше, самый простой способ, эту эмоцию проговорить каким-то образом, выразить, вынести вслух. Как только мы эмоцию обозначаем, проговариваем, выносим ее наружу, ее интенсивность снижается. Вот это то, что отличает, как я уже говорил, нас от детей. То есть дети, если что-то переживают, они сразу впадают в эту эмоцию и крутятся в ней. Они взрослые, когда что-то переживают, они могут это обозначить, обозначить прямо, обозначить символически, выразить через действие, но каким-то способом преобразовать эту эмоцию. Или наблюдать ее. Вот в практиках ДБТ, диалектика, бихеверальной терапии, есть много подходов, когда мы просто медитируем на это, смотрим, да, что эмоция есть, она меня захватила, но я вместе с ней наблюдаю за ней, это как волна, она меня подняла, волна стала ниже, я с этой волны сошла, да. То есть опознать эмоцию или эмоции и дальше их выразить. Один из самых простых способов это ведение эмоционального дневника. Но вот есть особенность, многие из нас уже привыкли набирать на клавиатуре, печатать на экране, нет. Здесь лучше всего работает запись рукой. Когда вы прямо описываете свое состояние на листочке бумаги, в тетрадке, в какой-то блокноте и пишете, что еще важно, в первом лице, потому что это имеет значение, не «у меня сейчас раздражение» или «меня обидели», а вы пишете «я раздражаюсь», «я злюсь», «я хочу что-то сделать», «я думаю, что», если у вас какие-то мысли при этом есть, которые эту эмоцию подпитывают, допустим, что со мной обошлись вот так-то, так-то, поэтому я сейчас вот это чувство переживаю, потому что это дает чуть больше власти. Если я сейчас это переживаю, это значит, в моей власти через какое-то время, а может быть уже очень быстро, уменьшить или даже закончить, или превратить во что-то еще. Но как только вы делаете это более безличным, например, ну, у меня страх, точка, или у меня тревога, и поэтому я ем. Что можно сделать с тревогой, если она ко мне пришла, вот как гостья, внезапно забралась в квартиру и поселилась? Да ничего нельзя сделать, потому что это то, над чем нет власти. Но если я тревожусь, это значит, что я это делаю, понимаете? Даже от того, как мы говорим, как мы записываем, а записываем мы все равно внутри и проговариваем, мы получаем чуть больше власти. Еще один вариант, как можно работать с этим, это арт-терапия, когда вы вырисовываете свою эмоцию красками, карандашами, лепите ее из пластилина. Кстати, лепить из пластилина, из глины, это тоже хорошая идея, потому что мы можем придать форму, и это еще действие, понимаете? Вот это действие, которое эмоцию как-то обозначает. Либо если у нас, особенно если это эмоции, которые растут из корня агрессии. Агрессия сама по себе не хороша, не плоха. Это вообще базовая вещь для жизни. То есть агрессия – это активность. Но то, что растет из агрессивного корня, в наших культурах часто считается нехорошим, хотя зря. Так вот, то, что из агрессивного корня растет, злость, например, раздражение, иногда можно переводить в физическую активность или в домашнюю работу, чтобы прям весь этот потенциал выплеснуть. То есть при эмоциональном переедании мы, во-первых, признаем, что переедание – это ответ на эмоцию, на стресс, на грусть, на что-то. Разрешаем себе, наблюдаем за собой, чтобы разобраться в ответ на какие эмоции, когда, чаще. И потом мы эту эмоцию каким-то образом проговариваем, выражаем вслух, мы ее символически или даже физически выражаем, трансформируем. Тогда интенсивность этого переживания становится меньше. Ну, или если мы пользуемся какими-то медитативными, духовными или там ДБТ-практиками, мы за этим наблюдаем, и когда мы наблюдаем, мы оказываемся не столько с ней связаны, не так вовлечены в эту эмоцию, что можно ее уже не так сильно переживать, не так от нее убегать. Вообще, один из принципов и в ДБТ, и в когнитивно-поведенческой терапии это то, что если у нас есть условно-негативные переживания, это то, что мы не должны от них бежать, а мы можем в них пойти, потому что мы бежим, когда нам кажется, что это непереносимо. Но чаще всего переносимо, да, дискомфортно, но это как в том анекдоте, ну, ужас, да, но не ужас-ужас-ужас-ужас. То есть, пройти, нырнуть туда, чтобы убедиться, что это не океан, чаще всего такая небольшая глубина. От этой глубины можно оттолкнуться. И если мы говорим о внешнем передании, когда нас побуждают друзья, коллеги, социальные условия, я про это уже говорил, у меня даже ролик есть, я, наверное, ссылку потом поставлю в описании, на всякий случай, здесь под видео. Но очень коротко скажу, что, во-первых, нужно понимать, что в некоторых ситуациях это ритуал, что мы с тобой одной крови. Поэтому здесь важно имитировать ритуал. Если вы будете прямо отказываться, общество вас начнет давить, потому что те, кто отказывается от ритуала, тем самым бессознательно дают вот этот сигнал, что нет, я не хочу быть с вами одной крови. Ах, раз ты против нас, мы биологически склонны объединяться в компании, отторгать чужаков. Мы все время вот это, да, то, насколько яростно мы кого-то ненавидим, означает, что с такой же силой мы можем кого-то любить. Вот это две стороны одной медали. Умение кого-то толкнуть и умение, наоборот, кого-то притянуть и притянуться и оставаться в этой компании. Так вот, внешнее соблюдение ритуала. То есть, вы можете внешне делать, как все, но набирать ложку не полностью, например, или просто показывать, что вы едите. Не отказываться, когда вам накладывают. Ну, накладывают, а вот у вас лежит что-то на блюде, на тарелке. Вы делаете вид, что ковыряетесь, как все, подносите вот эту емкость с какой-то прозрачной или окрашенной жидкостью, ставите потом, как все. То есть, внешний ритуал очень часто, внешнее соблюдение ритуала очень часто помогает отвязаться от половины или 90% всех вопросов. А ты что, не ешь? Нет, ем, все, бьешь. А что ты не бьешь? Да пью, пью, все в порядке. Либо, еще один способ, когда через еду, через попытку накормить к нам проявляют любовь, уважение, заботу, это признать вот это высшее намерение сказать, да, спасибо, мне приятно, я радуюсь, что ты, вы так обо мне заботитесь, что вы приготовили все это, я наслаждаюсь. Но когда мы подчеркиваем то намерение, которое стоит за едой, но мы же помним, что мы происходим из страны, в которой публичное, яркое выражение чувств, в том числе теплых, хороших, близких чувств, не приветствовалось, публичное выражение сильных чувств, ну кроме ненависти к врагам, тоже особенно не приветствовалось, эмоциональность из нас как-то выбивали, поэтому многие не умеют прямо это выражать, их дети тоже не умеют, не привыкли, это кажется чем-то таким не очень хорошим, не очень одобряющим, то есть когда мы называем вот то намерение, которое стоит за этим, да, спасибо, что ты и так заботишься обо мне, я вижу, как ты меня любишь, когда вот все эти вещи готовишь, что каждый пирожок испечен с любовью, спасибо, то тогда наставить на конкретном поведении человеку уже не так нужно, вот, то есть мы можем очень часто эти преграды значительно обойти, без того, что без того, что мы поддаемся и потом клянем себя и их, и говорим, что больше не ногой туда, зачем я опять пошел, пошла туда, вот, вот это три момента, о которых я хотел сказать, о которых я хотел сказать, теперь, очень скоро я перейду к ответам на вопросы, но перед этим у нас есть уже готовый вопрос, мне его прислали заранее, я на него хочу ответить, мне пишет одна из моих подписчиц, она написала, что у нее ситуация по здоровью, когда ей предписана диета, и надо ее соблюдать, и как обычно диета там очень жесткая, ну, наши коллеги любят, конечно же, все запретить, тебе ничего нельзя, ах, если бы знали они, сколько желаний побуждает это слово нельзя, когда нельзя, то очень-очень сильно хочется, и нельзя, мучное, сладкое, жирное, нельзя, копченое, жареное, ну, в общем, все самое вкусное нельзя, мы понимаем, да, в какой ситуации находится человек, вот, и она пишет, что максимум, что я, сколько я могла продержаться на такой диете, это неделя, я все время откладываю ее начало, я понимаю, что мне полезно по состоянию здоровья ее выдерживать, но я готова пить лучше любые лекарства, чем придерживаться этой диеты, лишь бы не эта проклятая диета, я понимаю, что полезно, но, да, все время вот это но, 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 пишет, соблазнов очень много, поэтому трудно сдерживаться, вот как себя настроить, чтобы выдерживать эту диету, хороший вопрос, правда? Хороший вопрос, и он как раз направлен на суть наших взаимоотношений с едой, на суть нашего взаимоотношения с едой, то есть, как только есть напряжение, внутреннее напряжение, как только мы говорим, что это можно, это нельзя, это хорошее, это плохое, это полезно, это вообще не полезно, ученые в Великобритании эти продукты проклинают и запрещают есть у нас создается у многих взрослых вот это не то что создается она всплывает у нас полярная реакция нет я буду кто-то такой чтобы не запретить раз нельзя то сразу очень хочется потому что нельзя то есть первое что здесь полезно сделать это себе признать что мне можно несмотря на то что доктор говорит вот я здесь объясню этот парадокс доктор говорит тебе нельзя можно сказать что мне можно при этом вариант а возможно что там хотя бы крошечку вот этого мучного я могу съедать и это не проблема обычно проблема в количестве и во внезапных переходах то не ела не ела не ела не ела то раз съела два килограмма печенья сразу понятно что будут какие-то последствия ну или там пять шашлыков но еще что-то или бутылку водки после полгода трезвости вот эти резкие переходы влияют хуже чем какой-то постоянный уровень то есть может быть мне немножко можно по чуть-чуть иногда но чуть-чуть можно и второе момент б что да мне можно при этом я знаю чем я буду платить за это то есть если я не соблюдаю диету моё состояние здоровье остается таким или она ухудшается и дальше чтобы добавить здесь вот этой мотивации как настроить себя я бы предложил посмотреть подумать и подумать во всех вовлечь все органы чувств а что будет если я так продолжу месяц продолжу не соблюдать диету полгода а может быть год что тогда будет через три года через пять когда я все откладываю не соблюдаю соглашаюсь на эти соблазны потому что ну как-то ленивая и хочется что будет что будет с моим здоровьем чем я заплачу то есть когда мы собираем вот эти последствия и делаем их я бы сказал близкими ощутимыми прямо здесь выносим их на передний план и когда мы делаем ситуацию не то что мне нельзя мне можно при этом я знаю чем буду платить и как стоит ли оно того вот это позволяет намного более спокойно относиться к продуктам к соблазнам а соблазны да они нас окружают их уже много и будет еще больше потому что те кто делают какие-то продукты они стараются сделать их соблазнительными вкусными яркими красивыми вот мы сейчас с вами в эфире в инстаграме если мы посмотрим инстаграм часть лент инстаграма посвящена чему еде и там еда вот такая чтобы смотришь на не уже слюнки бегут уже охота поесть так и должно быть так что это должна быть соблазнительная вкусной и качественные хорошие так далее при этом в ответ на некоторые виды еды если я съем столько-то и вот это то я знаю чем я заплачу у меня есть опыт работы с клиентами у которых по показаниям здоровья просто что-то очень сильно не рекомендуется и иногда допустим клиент пережил острый приступ боли например при жалчекаменной болезни или при панкреатите или у него было что-то с желудком или были высыпания на коже да что особенно для девушек страшно высыпание на коже в ответ на какую-то еду какая-то жуткая реакция когда все там чесалось потом были эти корки я говорю и когда мы работаем я призываю этот опыт использовать вынести его на передний план не для того чтобы себя запугать а чтобы просто помнить что я могу при этом вот моя плата вот она здесь да что я помню об этой боли о том как я выглядел выглядела и когда ел ела такие продукты и да пожалуйста мне есть выбор я могу есть и буду этим платить могу воздержаться или поесть это вот так немножко сколько мое тело позволяет поесть без последствий и все дальше я выбираю более спокойно потому что как только в этот надрыв тебе нельзя мы мы-то знаем что врачебные предписания мы не всегда соблюдаем качественно вот вот на этот вопрос как мог я насколько можно было конкретно ответить я ответил теперь пожалуйста если у вас есть вопросы то пишите я насколько смогу на них отвечу насколько смогу на них отвечу спасибо я вижу эти сердечки я сам когда захожу кому-то на прямой эфир посылаю сердечки и ладошки что-то в этом есть такое миленькое да ну а если вопросов нет то или может быть у вас есть вопросы вы думаете пока чтобы написать то я хочу показать вам небольшой плакат я его специально приготовил как раз по теме по теме нашего занятия покажу смотрите какая связь диеты которые вызывают голод ведут за собой перед ведут за собой переедание прямая связь часто это вызывает переедание эмоции вызывает переедание переедание вызывает эмоции эмоции по поводу иногда восприятия тела требует решительных действий я сажусь на диету я буду голодать я не буду это есть это вызывая после диеты следует опять переедание это может влиять на тело в некоторых случаях сильно влияет влияет на тело на то как мы себя воспринимаем иногда даже когда человек переел просто по факту переедание кажется что потолстел там как-то стал более неуклюжим хотя весы не показывает объемы не показывает но само восприятие себя меняется видите я нарисовал специальную лупу вот так мы пристально смотрим на себя иногда когда мы слишком пристально вглядываемся и смотрим критическим взором мы всегда что-то найдем что не понравится это вызовет эмоции и либо мы будем их компенсировать ну в том числе с помощью переедания либо попытаемся в очередной раз предпринять вот эту дурацкую попытку решения как диета опять будет переедание вот этот вот замкнутый круг напомните что диета ограничений себя низкокалорийные особенно голод голод полный голод частичный голод по каким-то микроэлементам это то что прямо способствует влечет за собой либо сразу либо через какое-то время отсрочно но влечет за собой переедание ну и все последующие эффекты поэтому вот основной момент что прежде всего нужно исключать голод голод если мы разобрались с голодом наладили нормальное питание то тогда мы разбираемся с этим компонентом если передание это транквилизатор то конечно же есть другие способы как работать работать справляться или признавать проживать принимать эти эмоции чтобы они не вызывали такой реакции вот ок ну что какие вопросы появились вопросов пока нет вопросов пока нет я вопросов не вижу тогда я скажу о паре моментов и на этом наверное мы будем уже завершать итак первое в это воскресенье по-моему 15 число в это воскресенье в 11 часов в Москвы или в 14 по Омску я еще это объявление сделаю везде во всех соцсетях здесь в инстаграме тоже будет прямой эфир но не на моем канале на канале там детского садика Семушка по-моему у них мы будем разговаривать про особенности развития детей дошкольного возраста какие-то ключевые моменты на что обратить внимание что как я скажу в том числе мы поговорим про еду как быть если ребенок не ест например вам кажется что вот бедный ребенок он скоро умрет от голода уже целый день не ел невозможно заставить он пыльется вот как накормить что является лишним в таких условиях но не только там не только про еду еда будет маленьким компонентом это первое и второе я напомню что если вдруг есть какие-то вопросы у вас может быть у знакомых у родственников я работаю очно и онлайн очно в Омске онлайн со всем миром так что можете давать на меня ссылку если кому-то актуально человек напишет спросит либо договоримся либо нет вот такие дела так вот я вижу вопрос что делать если я знаю причины переедания культура питания плюс пережила голод и не могу справиться не могу справиться ага ага хороший вопрос спасибо спасибо тогда мы культура питания плюс мы опять повторим этот базовый алгоритм возможно вам требуется больше времени чтобы привыкнуть к тому что вы нормально питаетесь особенно после опыта когда человек голодал есть такое что нужно несколько месяцев а может быть есть в некоторых случаях вот этот миннесотский голодный эксперимент когда добровольцы голодали несколько месяцев а может быть до полутора там лет по моему требовалось чтобы прийти в себя условно чтобы привыкнуть что еды нормальны что вы едите что уже голода нет и не надо есть впрок и конечно же пересмотреть свои убеждения это не делается вот так просто да что я сижу нет я теперь верю что мир безопасный и еды всегда хватит и со мной все будет в порядке вот так это не работает есть технологии работы с убеждениями есть технологии изменения вот этих цепочек эмоционально мысленных шаблонов которые ведут к перееданию и возможно что это повод для того чтобы обратиться на терапию по этому поводу на личные консультации потому что так проще решать но первое да это наладить нормальное питание сделать его устойчивым и к этому привыкнуть вот это база физиологическая без этого все остальное просто не будет работать потому что если вы постоянно недоедаете или угроза голода реальная для вас опять близка все остальное не будет работать ну вот так если очень кратко спасибо за вопрос если есть еще вопросы пишите если нет то и конечно же культура питания кстати вот вы в этом вопросе культура питания да это семейное наследство которое можно преодолеть то есть мы смотрим на него критически и признаем что вот как и с физическим наследством мы же принимаем наследство но мы можем от него и отказаться здесь мы тоже можем посмотреть и сказать себе что эту часть наследства я принимаю психологическое наследство а эту нет и отработать и отработать самое главное чтобы здесь был устойчивый поведенческий шаблон что мы не только мы в голове себе сказали ну да я теперь не буду передать не буду есть как мама как папа как бабушка как тетушка например дядюшка а еще и отработать это несколько месяцев несколько лет чтобы знать да я теперь питаюсь по другому это у меня устойчивый шаблон что если у меня эмоции в отличие от мамы с папой я теперь действую так что на вечеринках я поступаю вот так и это отработано то есть маленькими кусочками маленькими компонентами ну в принципе как я часто говорю психотерапия это переучение да и отработка нового вот так окей ну что ж если нет вопросов тогда я предлагаю на этом заканчивать рад был рассказать вам про передания самые базовые самые ключевые вещи но они же самые основные как один из моих клиентов сказал удивительно говорит самое простое оказывается работает сильнее всего да это так и есть самое простое работает сильнее всего поэтому исключаем голод разбираемся с эмоциями мягко обходим социальные ритуалы социальное принуждение если будут вопросы идеи и предложения если нужна помощь то пишите в личку рекомендуйте меня на этом мы на сегодня будем заканчивать тем более уже время эфира подходит к концу и возможно перед новым годом я проведу еще один эфир посвященный еде новому году потому что новый год у нас ожидается таким как всегда насыщенным все раз вопросов больше нет на этом мы завершаем до связи до новых встреч с вами был Сергей Гудков все пока пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...